Доброе утро! Доброе утро, простите, ради бога. Доброе утро, Санкт-Петербург. И вся Россия. Вы родились в городе Магнитогорске и родились в КВН. И так ли это? Вот КВН вас сотворил? Я настоящий, настоящий уралец. Настоящий коренной уралец. И настоящий сын и внук настоящих металлургов. Тогда я раскрою тайну. Вот сам Сергей определяет свой архетип. Серьезное слово. Вот так. Славянский архетип. Мужчина с достаточно твердым характером. Но простоват ввиду своего периферийного происхождения. Мы предлагаем вам, Сергей. Но это только образ. Но это только образ. Не забывайте об этом, дорогие друзья. За этим образом стоит по меньшей мере доцент кафедры психологии. Ого! Вот даже так. Мы вздрогнули. Сергей, ну так с утра легко и непринужденно. Вспомним, как начинают с вопросов игры КВН. Предлагаю вам прямо сейчас несколько легких попыток, легких вопросов, сказал бы я. Итак, что бы вы сделали, если бы вышли на сцену и забыли текст? Если бы я вышел на сцену и забыл текст? Да-да. Вы знаете, у каждого юмориста, у каждого актера, у каждого КВНщика всегда есть в запасе несколько резин. Так называются шутки, которые всегда есть в подсознании очень близко. Поэтому, когда ты выходишь и не знаешь текст, ты всегда можешь вылупить дежурную шутку, дорогие друзья. Понимаете? Вот так вот просто, чтобы спасти ситуацию. Пока ребята не выручат. Тянешь время. Спасибо за рецепт и название. Запомним это слово. Сергей, есть ли вопрос? Да, у меня есть вопрос, смотрите. Его знают все КВНщики. У нас в гостях Сергей Писаренко. Я хочу, чтобы вы именно по-сергей-писаренковски продолжили фразу, допустим, «семь раз отмерь». А, именно исходя из образа? Ну, не знаю. Но вот именно по-своему. Как вам приятнее продолжать поговорку? «Семь раз отмерь». Но если ты... Но если... По-писаренковски, да? Да. Но если ты не допил, но если ты не допил, бутылку не выбрасывай. Недопитая бутылка, она как высшее образование. Когда-нибудь обязательно пригодится. Представляете, Сергей, вы просыпаетесь где-то в незнакомом месте, в незнакомом помещении. Ну, просыпаетесь, это хорошо. Ваши действия? В незнакомом месте? Нет, незнакомом. Ну, если бы вы просыпались знакомым, ну, я бы, наверное, не спрашивала. Слушай, вообще, понимаете, в чем дело? Для меня это не характерно абсолютно, потому что я не могу проснуться в незнакомом месте, потому что я всегда, когда засыпаю, я понимаю, где я. А, то есть вы предварительно проводите знакомство с местностью, да? Я просто не пью до такой степени никогда, понимаете, в чем ситуация в моей жизни. Нет, ну, можно просто забыть. Хорошо, Таня, я предложу версию. Вы оказались не где-нибудь, а в лифте с Александром Масляковым. Что вы ему скажете? Наверное, об этом мечтает каждый КВН. То есть вы хотите сказать, я просыпаюсь. Вот это уже ваша версия пошла по поводу просыпаюсь в лифте с Масляковым. Заметьте, не я это предложил. Вы оказались. Мы мягче подошли к вопросу. Вы знаете, я хочу вам сказать. Я вот всегда допускаю эту историю, потому что, во-первых, в следующем году юбилей КВН. И после таких крупных праздников, хороших праздников, не исключено, что в одном лифте могут проснуться совершенно неожиданные персонажи. В том числе и я с Александром Васильевичем Масляковым. Я бы с удовольствием проснулся, понимаете? И первое, что бы я его спросил в этой ситуации, я бы сказал, просто боюсь спросить, кофе или чай? Вода есть? Я не знаю, может, если... Ответ, Масляков, вода есть. Вода в лифте всегда есть, по-моему. Если мы сейчас начали с вами придумывать сценарий замечательного фильма, давайте добавим в этот лифт еще и собаку. Например, Добермана. Вот и посмотрим рубрику «Дай лапу». В нашей московской студии актер, юморист, телеведущий Сергей Писаренко. Сергей, у актеров самых разных поколений всегда одно и то же было задание. Подождите, про Добермана. Я хотел сказать о собаке. Вы знаете, после этого сюжета, после этого сюжета у меня есть только одно ощущение, понимаете? Что в процессе эволюции должна была не обезьяна постепенно стать человеком, а собака. Потому что ни одна обезьяна столько, сколько Доберман, судя по этому сюжету, не умеет делать, вы знаете. Ну а может быть, вы сейчас выдвинули альтернативную версию, да, вот Дарвину. Знаете, в конце концов, что это он один-то? Я, кстати, настаиваю, чтобы теория Писаренко была так же попала в учебники. Абсолютно. То есть дети знают, и так бывает. Я обязательно предложу это в ВУЗе. Обязательно. Тем более, вы же доцент. У вас же дорожка короткая. Сергей, когда-то Леонид Ермольник изобразил даже чайник. Он сумел показать всем нам. Мы помним момент, когда он закипел. Доводилось ли вам изображать животных? Доводилось ли мне изображать животных? Но если изображать животных, то мне почему-то, кстати, как ни странно, приходилось изображать обезьяну. Вот, может из-за того, что у меня такая тяжелая челюсть немножко, и я еще подсутуриваюсь иногда. К тому же у меня еще длинные руки, понимаете? Я чувствую, вы начали входить в образ. Я уже начал потихонечку, у меня начало подсутуривание. У меня губа сейчас кого-нибудь изобразить. Ну, вот, видите, у меня очень пухлая губа нижняя. Если я еще делаю вот так, вот так. Тебе дождь на губу капает. Понимаете, это, конечно, обезьяна в задумчивости, но еще мне это напоминает очень байкера. Помните ту историю, когда байкер приезжает на заправку, он слазит с мотоцикла, ему ребенок говорит, простите, у вас муха на щеке. Он говорит, спасибо большое. Он говорит, да нет, с другой стороны, он говорит, а, пошло, пошло. Так, собственно, вот обезьяна практически ничем не отличается от байкера. Простите, у меня байкер, я сам мотоциклист. Я не знаю, Магнитогорск, это город байкеров, Сергей, скажите. Вы знаете, Урал, это регион байкеров. И мотоциклистов с Урала можно увидеть практически в любом регионе этого огромного земного шара. Поэтому, вы знаете, однозначно, однозначно байкерские места. Спасибо. В нашей московской студии был Сергей Писаренко. Хорошего вам дня, хорошего утра. А мы сейчас вместе с детьми поразмышляем, кто же это такой губернатор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова